Значит, завтра не проснёмся. Коллектив «Смайл» открыл нет не праздничный концерт, а субботник выходного дня, который уже по традиции сопровождался не просто музыкой, а живыми выступлениями. Воспитанники отделения в Павшинской пойме детской музыкальной школы имени Насеткина успевали и спеть, и помочь родителям и педагогам в благоустройстве территории родной Альма-Матер. Ежегодно мы участвуем в месячнике благоустройства, которое проходит в нашем городском округе Красногорск. Просто мы его решили немножко разнообразить, и, как говорится, песня «Строить и жить помогает», так мы назвали наш музыкальный субботник. В прошлые выходные мы убирались внутри помещения, если непогода позволяет, мы вышли на улицу. Большая музыкальная семья, как сами себя называют пришедшей на субботник, мыли окна и благоустраивали зону перед входом в школу. Мусор, скопившийся за зиму, складывали в мешки, обновляли краску на скамейках и бордюрах, белили и пересаживали деревья. Не пропустили еще ни один весенний субботник – члены семьи Гурдяевых. Дочь Ульяна учится в третьем классе музыкальной школы, а мама с радостью помогает не только в учебе, но и общественной работе. Это возможность не только убраться в здании школы, привести порядок на территории, но и также пообщаться нам с родителями между собой, потому что наши мудрые педагоги очень сильно объединили нас всех, и мы ждем этих встреч. И вот сегодня как раз такая возможность сделать доброе дело, полезное, еще и с удовольствием. Субботник по-музыкальному собрал более 60 человек. И взрослые дети с удовольствием посвятили уборке свой выходной день, проведя его с пользой. А зажигательные песни в исполнении учеников школы превратили рутинную уборку в веселый праздник. Субботник по-музыкальному собрал более 60 человек.